Очень много за последние десятилетия развелось карася. Белого, обыкновенного, серебряного карася. И он на зимовку, потому что залиф-то мелкий, мелководный, он на зимовку приходит, в речки заходит, и морские, ну мы, бухты или морские порты. Порты маленькие, ну такие, вот тут можно, яхт-клуб. Видите, что это яхт-клуб, там рыболовный колхоз бывший, кораблики сейчас стоят. Таких не очень много, но по всему побережью, по всему побережью их, наверное, штук 5-6 таких бухт есть. Ну и вот мы самые больные, которые в такой погоде дома не могут сидеть, едем сюда на карася. Пока мы только сидим, потому что только-только-только первые забросы, есть некоторая особенность такой осенней ловли. Летом, ну он где-то заходит, начинает заходить середина августа уже где-то карась. Тогда можно кормить, отзывается на прикормку, все как бы происходит нормально. Но ближе к зиме, а ловить его можно, в принципе, уже до ледостава. Ну, местные говорят, что и со льда можно еще ловить, но я не пробовал. Потом он прекращает реагировать на прикормку, даже можно сказать, что шарахается в прикормке. И ловим мы дедовским способом, без прикормки, но ставя насадку на дно, потому что в эти бухты также приходят на зимовку уклейками, маленькая потвичка, кушки, пискари и всякая-всякая дребедень. Можно 8-9 сортов рыбы поймать, если ловить на червя или на какое-то мясо. А мы ловим супер-секретную насадку перловка. Перловка работает иногда, очень хорошо работает манная болтушка с чесночком. Не скрою, что вчера знакомые были здесь, ловили очень хорошо. Но правда, вчера бы не было дождя и безветренно. Погода сегодня абсолютно, ну как осенью, прогнозировать осенью погоду почти невозможно. Так что ловля простая, поплавочные удочки, но глубина здесь около 3 метров. Уходя туда больше 4-5 метров. Такой дождь, так как у нас с сыном, еще с Юрисом, с оператором один большой зонд, то мы решили как бы и с подветренной стороны, может не с самой лучшей стороны для ловли, но более-менее спокойной от ветра, где можно спрятаться, решили остановиться здесь пока. Посмотреть, если рыбы не будет, мы тогда приняемся где-то чуть глубже. Хотя по-другому, первый раз в этой осенью сюда приехал. Но в другие годы здесь как бы тоже рыба концентрировалась, собиралась, так что не так страшно все. Но это поиск, по-любому. Карася, он, и когда ты нормально ловишь, когда он кормится, он все равно на месте не стоит. Как бы казалось, он так застыл и там вот стоит. Нет, это все-таки рыба чуть-чуть другая. В пруду, может быть, он зароется, где-то около ила стоит, там или в лузе, ил залазит и где теплее там стоит. А здесь нет, он медленно, все-таки Эстония рядом, простите эстонцев, но он такой медленный, осенний, медленный, но чуть-чуть двигается. Поймал 3, 4, 5, он опять сдвинулся куда-то. Опять, ну, ты так вот забрасываешь сначала туда, вот там есть. Там больше нету, берешь чуть-чуть дальше. Ну, это веером таким. И опять, потом опять начинаешь. Ну, как бы поиск, особо долго выжидать поклевку. Ну, я не люблю, нету, ну, делаешь такую подтяжечку. Там метр-два подтягиваешь. И это потому что, ну, как бы он, как бы там ни было, но все-таки он видит. И какое-то движение насадочкой не мешает время от времени. Вообще с Настей мы выбираем довольно-таки, ну, как, ну, не то чтобы грубые, ну, средне грубые. Особо тут увлекаться нитками, супер тонкими лесками и крючками не надо. Потому что, во-первых, насадка не маленькая. Это одна-две перловины. Ну, хорошо, набухшие, хорошо варить сваренные такие. Или же, если наматываем манку, то тоже кусочек не маленький. И, соответственно, и надо крючок ответить. А к тонкой леске зачем вязать там 0-0-0-0-10 или 0-12 поводок? Ну, 12 еще нормально. Зачем там тонкие поводки, если тебе большой крючок все равно? И карасю, так как насадка лежит на дне, то ему довольно-таки, это, наверное, не матовое слово, по барабану. Да, там у вас леска 12 или 14. А могут попасть 700-800 грамм. Всякий этот дребедень может попасть странно. Ну, тот же, тот же, даже морская форель может пробегать мимо, тонущий, схватить редко, но может. Поэтому я ловлю поводком на 14. Крючок, ну, 12-го номера. Так, чтобы нормально, можно насадить. И, ну, классическая карповая форма, широкая, широким изгибом. 14-й номер крючок, 14-я леска, ну, метровая. Каждый поводочек отдельно в своем кармашке. Ну, вынимаешь? Ну, сколько ты? Ну, мы не ставим метровый, ставим там, скажем, ну, 40 сантиметров. Половина, чтобы из этого даже, может, весь лежал на дне, чтобы ветер не тянул. Потому что вот в эту пару, когда уже холодно, когда стынет, ну, вчера было минус 5 градусов, сегодня погода поменялась. Карасю не очень нравится движущаяся насадка. Ну, не очень. Как бы сам момент, как бы, чтобы увидел, да, хорошо, надо время от времени подтянуть, ну, и опять дать успокоиться. И потом, потому что, ну, все-таки зима идет, куда спешить? Он у себя дома. Я всегда это объясняю так, что мы насадку кидаем ему домой. Мы его даже не собираем куда-то с прикомкой, чтобы он пришел, активизировался. Мы насадку даем там, где он стоит. И если вы сидите у дивана, ну, сидите в диване или где-то, и вам могу кушать, могу не кушать. Настроение такое никакое. Ну, что у нас? Если очень, надо тогда вот эту насадку подать такую, и так вот, чтобы он соблазнился. Наша задача это и сделать. Ладно, я начинаю ловить. Хватит. О, эй, первый мой карасик. Ну, маленький, конечно. Но карасик. Кто из вас ловил такую погоду в октябре карася? Ну, и вы, чуть за 100 грамм берем, пустите. Ну, в принципе, поклевки не было вообще. Поклевки не было. Я проверил просто, вспоминая другие годы, как это, что ты на фидер, когда, ну, самый чувствительный кончик, ты не видишь поклевку, тянешь, уже есть. У меня тоже тут груз скользячий. Как бы все движения сразу должны видеть, я должен видеть на поклевок. Но не увидел. Она просто, она не против скушать перловочек, но скушала и стоит там. Потому что мы у нее дома. Это потому, что мы у нее дома. Как ты приходишь, тогда клюет маленький. Ну, а клюет. Поклевывает. Карасик. Я перешел на одну перловку. На одну перловку. Потому что чувствуешь, когда на две, как бы, ну, груз лежит на дне, но очень хорошо виднешь, что маленькие подтяжки, такие поплочек, как бы, ик, 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 ик. Некогда подсечь. Карасик тоже мелкий, очевидно, потому что погода меняется, крупный не хочет. А мелкий как бы соблазняется перловочкой. Ну, ничего, ничего, это только начало. Утро пусть. Вот так вот одну, одну перловину большую просто протыкаем насквозь, ничего не прячем, крючок. Потому что эта жизнь доказала, что крючок прятать не надо. Единственное, что когда ловишь на тесто, на перловку, на манку, ну, полотенце обязательно надо держать под рукой, потому что пачкается одежда не по-детски. Как насадка перловка работает, особенно вблизи местах, где много рыболовов, вблизи больших городов. Потому что всегда, ну, так из давних времен уже, кормили все-таки хоть перловочкой, хоть какой-то сухарями, но чем-то кормили. И ловили, потому что червей, ну, ты в деревне можешь пойти червей накопать, леопарыш вырастить. А когда это сейчас в магазине все есть. А это вот, я знаю, что просто вот эти наши пару таких самых популярных мест, где десятилетиями перлов, рыболовка, была однородная насадка. И рыба просто уже где-то в генах подняла. Ну, неужели это не... Нет. И рыба знает, что вот эта насадка ее. Что это вот почти естественный их корм. Ну, к тому. Я, скажем, есть несколько способов приготовления перловки. Я предпочитаю варить. Здесь, как первый пузырик начинает пузырить, так я ставлю огонь меньше. Ну, так, чтобы он кипел, но не на самый мощный огонь. И с этого момента 55-60 минут. Помешивая, правда, все время помешивая, чтобы не подгорело. Не следя за тем, чтобы была вода. И тогда перловочка вот та, что надо. Потому что мне нравится. Да, она мягче. И никогда не надо смывать это все. Вот зерна полностью открылись. Видно, что они лопнули. Красиво. И не надо смывать. Некоторые, я знаю, что это как бы слизь, чтобы легче насаживать. Моют. Смывают. Не надо. Это как раз и есть так. Тоже самое эффект дает, как и с манкой. Когда ты... Когда манка тоже падает в воду, она вокруг себя образует, как... Как облачко такое. Ну, когда болтушка. И это вот приманивает рыбу. Ты без прикормки работай. Вокруг... Облачко делается вокруг самой насадочки. С перловкой то же самое. Вот эта слизь, она... Когда вот там насадка стоит, она чуть-чуть медленно отделяется. И микрооблачко прикормочное такое вкусное, хорошее образовывается. Это одна из причин, почему перловка такая очень удачная, очень удачная насадка. Скажем. Ну, это же точно рыба. Да. Да. Ого. Уже буля. Не совсем. Чуть-чуть. Карасик. У, карасик. Ну, красота такая, грамм 250 уже точно я с ним. Он же, так как, плотненький такой. Красота. Красота. Мне, как по плавочнику, в такую погоду, или ловить где-то таких густерок, плотвичек, ну, что тоже нормально. Но здесь более спокойное. Когда в реке, в проводках, во-первых, сейчас везде большая вода. Во-вторых, ну, это все время движение. Заброс, заброс, сотни забросов. Здесь более лениво. Это можешь подумать. А мне сейчас думать хочется. клюнуло однако на удочку ребенка и неплохая не плохой карасик, совсем не плохой карасик красивый карасик карасик грамм 200, ну ладно 150 клюнул клюнул так что день налаживается конечно как бы дело такое это насаживание этой пепеловки но зато на это клюет здесь можно опускать опарыша червя и ни одного карася не поймать не верите? приезжайте проверить я тоже опарышам очень удобно ловить на него сейчас не клюет как бы кажется грубая снасть, ничего не видно все видно все видно сейчас тоже просто чуть-чуть-чуть он наклонился поплавок и чуть-чуть ну метров 35-40 заброс ты видишь что что-то с поплавком творится не то что было перед этим и делаешь контрольную контрольную подсечку я это называю контрольным выстрелом ну вот и оказывается рыбулин уже сидит и в такую погоду он заглатывать не будет если ты не подсёк он походил походил ну ладно если крючок там ботнулся хорошо он не заглатывает он так что-то странное чувствует и потом выплевывает утки чайки утки как зоопарки как бы индустриальная природа ну природа такая вот такая вот рыбалка когда когда есть вода поплавок вот этот контакт визуальный вокруг может вообще творится все что хочешь ну вот это уже настолько такой ну где-то здесь подсознание уже такой контакт это мне лично что творится вокруг я не вижу не слышу пока я хожу с вами ребёнок ловит вот так вот все красиво братья и сестры не на погода дает абсолютная дает у меня как-то была надежда что улучшится что может быть синоптики чуть-чуть ошиблись ошиблись сидим мы реально наверное часа три ну не знаю надо будет надо будет скоро убегать ну как бы сидим и сидим рыбка поклёвывает но 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 неприятно конечно нет плохой погоды есть не 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 соответствующая одежда не соответствующие приготовления неправильно приготовляемся но удовольствие от ловли такую погоду не очень много элементарно есть очень много в рыбалке таких абсолютных как бы мелочей некоторым кажется ну что ты говоришь о таких ну вещах которые всем понятно отнюдь не так совсем не так это для для многих особенно начинающих не сказать что молодых потому что начинают и в любом росте рыбу ловить очень многие как бы элементарные вещи если человек с ними не встречался они чужие это непонятно по моему надо это мероприятие заканчивать огромное что за 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 занос на ней нормально еле 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 в губу самый край губы можно видеть что она как она мяло берет только 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 Ну, вот такая у нас эта рыбалка получается, красивая. Даже в такую погоду, когда нормальный хозяин собаку на улице не пускает, если взять зонт, если одеться, горить переловочки, сесть в траву, где не дует, можно ловить. Посмотрим. Ну, ладно, мне просто ребенка стало жалко, надо везти домой. Ловили мы чистым временем часа три. Не скажу, что супер клев, клев очень галый, но напоминаю, это осень, через две недели может быть уже и лед. А для таких условий чуть-чуть карасика весьма неплохо. Чуть-чуть карасика весьма неплохо. Нет никаких супер-красей. Красивый, нормальный красик для осеннего дня, я думаю, что очень хорошо.